Белых пятен на Северном морском пути станет меньше. Исследовать трассу отправится гидрографический катер ледового класса Юрий Бабаев, который спустили на воду на верфях Балаковского судостроительно-судоремонтного завода. Судно способно вместить 13 человек, из которых половина команды – это ученые, проводящие сбор данных для дальнейшего составления подробных карт. Это в теплых океанах очертания путей медленно меняются, а на севере дело обстоит иначе. Там, где есть лед, то дорогу диктует в том числе реальные ледовые условия. И вот такое плавание в ледовых условиях по классическому рекомендованному пути, оно не всегда возможно. Здесь требуется проведение обширных системных исследований для того, чтобы решение капитана судна о выборе вот этой дороги, оно не зависело от какого-то узкой полосы. Там, где проще лед, там, где судно может быстрее и безопаснее идти, соответственно, мы должны просто широко промерить всю эту трассу для того, чтобы как раз закрыть те самые белые пятны. Осваивать Арктику и Северный морской путь, кроме катера Юрий Бабаев, будут еще три новых судна. Это такой же гидрографический катер Юрий Осокин и два лосмейстерских судна ледового класса Айс-3. Все объекты должны быть приняты в конце 2021 года. До этого исследовательские катера создавались за границей, и в последний раз подобное судно попало к нам 30 лет назад из Финляндии. А без современного оборудования дальнейшее исследование Севера невозможно. В гидрографическом смысле Северный морской путь недостаточно исследован. Для того судоходства, который сейчас есть, хватает. Но для того, который мы ожидаем, те самые 80 миллионов тонн, нужно и нужно проводить гидрографические исследования. Катера строятся по программе модернизации гидрографического флота в рамках федерального проекта развития Северного морского пути. Они будут переданы гидрографическому предприятию, входящему в состав госкорпорации «Росатом». Данное судно строится дирекцией госзаказчика программы морского транспорта, и после завершения строительства будет передана госкорпорацией «Росатом». Мы являемся конечным эксплуатирующей организацией и, безусловно, участвуем в процессе строительства, но понимая, что мы впоследствии будем эксплуатировать. Со сцены в этот день звучали только добрые пожелания счастливого пути. Дочь Юрия Бабаева, Марина Елдашева, специально приехала на церемонию спуска катера на воду. Она отметила, что отец был бы счастлив узнать, что судну присвоено его имя. Я думаю, что этот кораблик узнают в лицо, потому что отца знали практически все. Это был настолько энергичный человек, настолько волевой, он всегда хотел успеть куда-то. Ему не хватало времени. Он спал по четыре часа в сутки и очень жалел, что приходилось спать. Он горел всю жизнь. До 1 октября на катере Юрий Бабаев должны установить все необходимое исследовательское оборудование. Затем он своим ходом отправится в порт Приписки, город Архангельск, откуда уже в следующем летнем навигационном сезоне начнет работу.